За годы своей творческой карьеры актёр Александр Кобзарь сыграл более сотни ролей и поклонники высоко оценивают его игру. Не считают, что Александр ни разу где-то не доиграл или схалтурил, всегда на все 100% выкладывается в проектах. Особенно он органичен на экране в плане отрицательных ролей. Он блестяще играл брутальных и опасных героев. Но помимо киноиндустрии, которую он успешно преуспел, не менее благополучно сложилась и его театральная карьера. На протяжении 20 лет он служит в Киевском академическом театре драмы и комедии. В 41 год Кобзарь, сыгравший в сериале «Пока останется спит», получил высшую госнаграду от родной страны звания заслуженного артиста Украины. Счастливо складывалась и личная жизнь звезды. Драмы «Матч» с супругой актрисой Верой Кобзарь. Александр на протяжении 20 лет был неразлучен и дома, и на работе. Пара час там вместе выходила на театральные подмостки и снималась кинопроекты. Например, в фильме «Забудьте вспомнить». Вера сыграла домработницу, а Александр – состоятельного олигарха. У артистов была крепкая семья, в которой они стали дважды родителями, воспитав 21-летнюю Варвару и 14-летнего Прохора. Супруги часто рассказывали, что за это время не устали друг от друга. Но два года назад Кобзарь признался, что развелся с женой, сообщив, что отношения между ними давно разладились. После развода бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения, они вместе участвуют в жизни своих детей. А недавно Александр поделился, что его сердце не свободно. Помимо того, что Кобзарь построил успешную карьеру на родине и стал самым выскооплачиваемым артистом Украины, он сумел полюбиться и российскому зрителю. Он активно снимался в российских проектах и после 2014 года. Но несколько лет назад Кобзарь разорвал все отношения с России. Сейчас он организует сбор для армии своей страны, а его брат Автомайлер по профессии является военнослужащим. Также Кобзарь продолжает сниматься в украинских кино и сериалах. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.